Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 30 октября. Вы на канале Жанна в Турции онлайн, где вчера массово и ярко отмечали столетний юбилей с момента провозглашения Мустафой Кемалем Ататюрком в современной республике. Вся страна окрасилась в красный цвет флагов. К сожалению, по этому поводу накануне возник очередной очень неприятный скандал. Местные СМИ растиражировали информацию, что на одном из собраний собственников жилья в комплексе, который расположен в Аланийском районе Оба, кто-то высказался, что им мешают флаги. В эти дни все улицы, здания и практически каждый балкон и каждое окно украшено национальным флагом. Это невероятно красивое зрелище и проявление патриотизма. Кому пришло в голову возмущаться по этому поводу, сейчас уже точно неизвестно. Но изначально в газетах написали, что это были иностранцы. Дальше, читая между строк, решили, что русскоязычные. Потому что большинство собственников в этом комплексе, как указано в статье, именно россияне. И дальше, сами понимаете, понеслось. В информационном поле стали накаляться страсти. Эту тему обсуждали во всех чатах и во всех группах. Возмущение местных жителей, да и подавляющего большинства иностранцев, понятно. Нормальные люди такого не скажут. Громкого скандала не получилось только потому, что на следующий день вышло объяснение, что возмутился кто-то из местных. И, скорее всего, это было даже не возмущение, а предположение в процессе общения. Что, мол, может быть, кому-то флаги мешают. Скорее всего, так был задан вопрос. И этот вариант вполне правдоподобен, потому что на собраниях собственников жилья страсти кипят не шуточные, уж поверьте мне. Что было у нас в октябре, я даже рассказывать не хочу. И кричали, и по столу стучали, и демонстративно покидали собрание в знак протеста. Все попереругались. Ну, естественно, что много друг другу наговорили. Скорее всего, так было и в этом случае. Некоторые, кстати, усмотрели в этой ситуации провокацию и вспомнили о нашумевшей петиции, которую якобы составили иностранцы и собрали под ней сотни подписей о том, что слишком громко звучит азан. Все о ней говорили, спорили, ругались, но дальше этого дело не пошло. До сих пор непонятно, где это обращение, оно нигде не было опубликовано. Где тот человек, к которому могла прийти мысль выступить против устоев страны, где он находится в гостях, и где те, кто его поддержал? Здравомыслящие люди до такого, конечно, не дойдут. В общем, как было на самом деле, неизвестно, но осадок очень неприятный. И власти вряд ли будут рассматривать подобные заявления, чтобы их удовлетворить. А если и будут, то, скорее всего, чтобы пресечь. Сейчас Турция пытается это сделать в отношении Израиля. Даже в Великий праздник, наряду с демонстрацией достижений государства, власти акцентировали внимание граждан на событиях на Ближнем Востоке. 28 октября, накануне праздника, президент страны Реджеп Эрдоган собрал в Стамбуле огромный митинг и в очередной раз обрушился с резкой критикой на политику Израиля в секторе газа. В Великом палестинском митинге, как было названо мероприятие, по разным оценкам приняли участие около двух миллионов человек. Турецкий лидер в часовом выступлении обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а Израиль назвал оккупантом. Эрдоган также возложил ответственность за эскалацию насилия на Ближнем Востоке на Запад. По его мнению, виновниками происходящего в секторе газа являются те, кто оказывает неограниченную помощь Израилю. Его фраза «Вы хотите войну между Крестом и Полумесяцем» уже стала крылатой. В речи Эрдогана прозвучала и скрытая угроза. Он напомнил, что еще сто лет назад газа была частью территории Османской империи. И вообще, сказал он, Турция может нагрянуть однажды ночью. Это все цитаты из выступления президента. Пока эксперты склонны списывать подобные заявления на эмоциональность турецкого лидера и желание сыграть на публику. Однако в тот же день Анкара поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН с призывом к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Документ поддержали 120 государств, но 45 воздержались. При этом в своем выступлении турецкий президент осудил нападение Хамаса на Израиль. Ранее Эрдоган в знак протеста отменил запланированный визит в Израиль. То же самое сделал министр энергетики и природных ресурсов Турции, который должен был заключить с израильскими властями соглашение о совместной эксплуатации газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Для разрешения кризиса на Ближнем Востоке Эрдоган предложил организовать Международную мирную конференцию, в которой помимо конфликтующих сторон примут участие все влиятельные региональные силы. После резких выпадов турецких властей Израиль отозвал своих дипломатов из страны с целью переоценки израильско-турецких отношений. Кстати, Турция была одной из первых стран, признавших государство Израиль в 1949 году. С того времени стороны тесно сотрудничали в военной и разведывательной сферах. Но в 2010 Анкара разорвала дипломатические отношения с Тель-Авивом из-за разногласий по газе. Отношения восстановили в 2016, но через два года оба государства выслали дипломатов друг друга все по той же причине. В марте 2022 произошло потепление отношений и в прошлом году турецко-израильский товарооборот составил почти 10 миллиардов долларов. И вот началось опять. Эрдоган делает агрессивные заявления в адрес израильских властей. Возможно, из-за давления со стороны религиозно настроенных граждан, уверен турецкий политолог, преподаватель Анкаринского университета Али Эмресуджу. Он отметил, что с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке во многих крупных городах Турции проходят многотысячные демонстрации в поддержку палестинцев. Тысячи человек вышли к консульству Израиля. Они выкрикивали лозунги, закидывали камнями и стреляли фейерверками по зданию. Многие граждане объявили бойкот западным брендам. Недавно произошло нападение на сеть кофеин Starbucks, которая, по мнению протестующих, финансирует компанию Израиля. Государственная железнодорожная компания Турции прекратила продажу продуктов этого бренда в своих вагонах-ресторанах. И это стало первым официальным бойкотом. Эрдоган, критикуя Израиль, хочет усилить свои позиции перед надвигающимися местными выборами в Турции, добавил эксперт. Эрдоган, критикуя Израиль, также хочет усилить свои позиции перед надвигающимися местными выборами в Турции. Хотя, по словам эксперта, оппозиционные силы также поддерживают палестинское сопротивление. По мнению турецкого политолога Хакана Аксая, Эрдоган в очередной раз стремится занять роль посредника в конфликте, но при этом сейчас он четко заявляет на чьей стороне. Главное, чтобы это было не во вред, а во благо. Пока это вся информация. До свидания, до следующего выпуска.